Мы продолжаем традицию нашей программы приглашать к нам гостей. На этот раз у нас присутствует актив Российского фонда инвалидов войны в Афганистане. Рядом со мной сидит Крюков Александр, далее идет Петр Авраменко и Валерий Закалин. Чем закончится наш сегодняшний разговор мы пока не знаем, но думаем горожанам это будет не безинтересно. С городской администрации, с отделом по делам молодежи и социальной защиты будут проводиться мероприятия. 13 февраля это будет проводиться для матерей и инвалидов по дворце пионеров. А 15 февраля всеобщее мероприятие, торжественный вечер в КНЦ молодежи, где встретятся все ребята, прошедшие судьбу в Афганистане. Ну на сегодняшний день как-то деятельность вашей организации и вообще войны афганцы, как их принято называть, скажем, в народе, немножко забыты. Все больше мы сейчас разговариваем о Чечне, о Дагестане и еще о каких-то конфликтах вплоть до зарубежных. А вы в Афганцах немножко забыли. Какие основные проблемы на сегодняшний день стоят перед вами? При смене власти, при отпаде Союза получилось так, что мы воевали за одну страну. Получилось, что нас потом обилили грядью, назвали нас захватчиками. И все социальные льготы, установленные Верховным Советом СССР, Советом Министром, практически отменены. Как часто вы слышите в свой адрес вот эти вот фразы, что мы вас туда не посылали, мы не обязаны вам ничем помогать? Как часто это происходит? Ну, в нашей работе поседневной. Ну, обо всех так сразу нельзя сказать, что кто-то отказать. Есть люди, которые помогают, конечно, идут навстречу нашим проблемам, каждодневным даже. С трудоустройством сейчас очень трудно. Устроиться почти невозможно. А в основном все ребята, говорю, семейные, имеют по двое детей, есть у кого трое детей. Ребята, скажите, как встречают вас матери погибших в Афганистане, когда вы приходите на какие-то праздники? То есть, что они говорят вам? Как они реагируют? Нет ли у них озлобленности на вас, может быть, на вашу организацию? Нет. Наоборот, с матерями погибших у нас самые добросердичные отношения, честно говоря. Мы просто рады, понимаете, но они воспринимают нас как своих сынов. Самое тяжелое это было терять ребят. И вообще-то, это вот то, что приехали, думали, что все, мы вот приехали с войны, надо исследовать как положено. А вот это равнодушие, бездушие, многие чиновники, я не говорю, что вы творческие, потому что я здесь не знаю, а вот вообще, я понимаю, бездушие, такое было, самое равнодушие. Просто были ошарашены всем этим. Предоставляю вам слово. Возможно, у вас есть что сказать и к кому обратиться. Поэтому не стесняйтесь, пожалуйста. Я хотел бы поздравить всех ребят, подбранцев, с этим все-таки праздником. Для нас он как день победы, как для ветеранов отец войны 9 мая, так для нас. Что наконец-то эта война, бьющаяся, больше 9 лет закончилась. Да, мы считаем ее не в памяти. Мы просто поменим всех ребят, кого с нами нет. И в то же время хочу всех поздравить. Ребята, давайте просто будем жить.